21-й Международный нефтяной конгресс стал самым крупным, а нефтяные конгрессы ведут свою историю с 1933 года. Здесь, в Москве, в кругу сети собрались руководители правительств, министры и, естественно, президенты крупнейших нефтяных компаний. Делегацию из Ненецкого округа возглавляет губернатор Игорь Кошин. Его задача на сегодня – встретиться со всеми основными нефтяными партнерами, а также презентовать инвестиционные проекты региона. Десятки демонстрационных площадок, сотни презентаций, тысячи гостей. Нефтяники со всего мира делятся опытом в самых разных направлениях. Но главная их задача – показать свою деятельность и тем более значимость для мирового топливно-энергетического комплекса. В Москву в это время съехались и почти все руководители регионов. У них другая задача – привлечь внимание к своим инвестиционным проектам. Ведь известно, что главные инвесторы – это, конечно же, нефтяники. Всеобщее внимание приковано к этому залу. Здесь проходит сессия, посвященная инвестиционной привлекательности нефтегазоносных регионов России. В президиуме семь человек – модератор, президент компании «Башнефть», председатель комитета Госдумы по энергетике и пять губернаторов. До каких? Все пятеро представляют самые перспективные субъекты. Ямал, Югру, Оренбургскую область, Татарстан и, конечно же, Ненецкий автономный округ. Именно эти регионы добыли в прошлом году 378 миллионов тонн нефти и 603 миллиарда кубометров газа. И именно эти регионы ежегодно заполняют российский бюджет на 30-40%. Вы можете себе представить объем работы, объем ответственности. Наверное, кто-то из других губернаторов скажет, что им повезло. Им повезло, потому что у них есть нефть, у них есть газ. Но вместе с этим везением есть еще совершенно невероятно огромная ответственность. Ответственность за то, чтобы добыча нефти и газа продолжалась. Продолжалась долгая. Ответственность за тех людей, которые этим заняты. Ответственность за регионы, да и за всю страну. В числе приоритетных инвестиционных проектов Неницкого округа – транспортная инфраструктура. Игорь Кошин, выступая на встрече, подчеркнул ее основные направления. В регионе должны появиться незамерзающий порт в Индиге и транспортная система «Восток-Запад», связывающая НАУ с Большой землей. Мы должны быть вовлечены в единую транспортную инфраструктуру. Мы должны иметь выход и на мировые рынки, ульдодородного сырья. Также территория округа может расцениваться как некая транзитная зона. И это перспектива, это мечта, это то, к чему мы стремимся. Сегодня Неницкий округ для инвесторов явно привлекателен. Углеводородов в регионе хватит на десятки лет вперед. Сейчас извлекаемые запасы нефти составляют порядка миллиарда тонн. Газа – 520 миллиардов кубометров. К примеру, в компании «Башнефть» рассматривают округ как один из самых перспективных. В прошлом году компания добыла около 300 тысяч тонн нефти, план этого года – 900 тысяч. Ну а вскоре недропользователь выйдет и на пиковый уровень. Перспектива в Ненецком округе довольно обширная. И мы планируем к 2020 году, к употребству, выйти на полку 4,8 миллиона тонн. То есть это серьёзная добыча. Это пиковая, ну и полка. С таким богатством можно и нужно привлекать инвесторов, которые помогут воплотить инфраструктурные проекты в жизнь. Правильность выбранного пути оценил и глава соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, который не понаслышке знает, что развитие любого региона невозможно без дорог, портов и других важнейших объектов. Я вижу одно, что очень правильно ведётся. Вот сегодня, значит, исполняющий обязанности губернатора об этом говорил, что нужно строить порты. Нужно строить порты и осваивать северную морскую путь. Вот если эта инфраструктура будет создана, я думаю, что совершенно будет другое развитие региона. Игорь Кошин встретился с президентами всех основных нефтяных компаний, ведущих добычу в Ненецком округе. Встречи прошли за закрытыми дверями, но известно, что речь на них шла о дальнейшем сотрудничестве недропользователей региона. Нефтяники согласны вкладывать в регион деньги, но и ждут от власти ответной помощи. Месторождений с дешёвой нефтью становится меньше и меньше. То есть углазодное сырьё становится дороже, потому что инвестор, геолог, нефтяник и газовик должен вкладывать значительно большие средства в инфраструктуру, прежде всего в добычную инфраструктуру. И задача власти, задача государства – помогать в этом. Партнёрские отношения власти и бизнеса – вот залог успеха развития любого региона. Сейчас в Ненецком округе эти отношения переходят на новый уровень. Уровень, когда в приоритет ставится честность, прозрачность и, конечно же, забота о жителях.